Уважаемые туристы, а вы знаете, куда вы едете? Кто может сказать? К оленям. Гости к оленям. Гости к оленям. Гости к оленям. Горным оленям. Не маленьким, а высоким. Махатым. Махатым? Очень дорога вон такие. Они у нас в Тайке. Вообще, если людей нет, они обычные голоса. Ой, красавец. Ой, красавец, как вы вышли. Так получилось сегодня, что в основном группа состоит из жителей Казахстана. В основном полностью. Ну, как полностью? Нет, я не из Казахстана, но я там был. Ну, вы про себя не имеете в виду. Да, 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 хорошо, да. А вот откуда? Он группа, он тоже турист. Ну, я вообще-то родом из Башкирии. Да, родом из Башкирии я там родилась. Да, ну мы потом, да. Еще и землячка, о, вас подвезло. А вот девка там. Мы потом, да. Вот. Я хочу, чтобы жители Казахстана передали привет России. Так мы в России. Да, Россия, привет. Да, 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 да. А вы из какого города? Павлодар. Павлодар. Ну, как вас звать тогда? Павловдар. Павловдар. Это город, да. Нет, это город Павел подарил. Ну, как, в дар дал. Нет, не будем в историю забываться. Можем ее не знать, забыть. А если не забыли, то совсем не знали. Но живем в Павлодаре. Все ясно. Ну, ладно, извините, что я прервал экскурсию вашу, Наталья. А мы перерекируемся. Да, вот наш экскурсовод. Да, мы сейчас с удовольствием посмотрим. Давайте. А он говорит, начальше, что скоро я делаю. А это вы капусту привезли, да? Да. А, хорошо. Молодая капуста-то. Молоденькая. Да, мы ее с Павлодара любим. С Павлодара? Ничего себе. Что я ел, господи? И морковка с Павлодара. Что они эту принимают, такие есть? Вот это да. Из Казахстана привезли морковку и капусту. Да, молодцы. Так, папа, ты папа, тогда тебя и кормить я буду. На тебе и атакаться буду. Рядом с Саяном, с рожками поменьше, это мама, это Ия. Молоденький, тебе Ия. Ия самая старшая. А по выборах есть шесть. Вот эти два олененка, это все ее ребятишки. От него, от Саяна? Вот эта маленькая, точно мы знаем от Саяна, потому что других оленей поблизости не было. А вот Альхончик, ему полтора года. И Дэна родилась в этом году, два с половиной месяца назад, в мае. А Альхончик это прошлогодний, ему полтора года. Вот кто папа у Альхона, неизвестно, потому что мы ее привезли из стада уже с олененком. А в стаде несколько самцов, поэтому папой может быть кто угодно вообще, в принципе. Первый пошел. Это она, мама. Ага. Это Саян, папа. Альхон, кто будет бегать и искать, у кого комбикорм. Так, что-то я уже запутался, где Альхон, а где... Альхон чуть поменьше вот рога у него. Чуть поменьше? Но он крупнее мамы, да? Крупнее, конечно. А, крупнее мамы, да? Перерос. А, уже перерос. Смотри. Ну, ты так встань, чтобы его было видно, Сонечка. Так, и меня тоже надо... На меня смотри, Соня. Обязательно. Сейчас девчонки часто будем... Ну, Соня, ты на меня посмотрела. Вы с ними сейчас набегаетесь. Как тебе рога у тебя красивые. А когда мудр, меня вытащили рогам. А расскажут все? Да, по-разному, по-разному. Расскажут. Что случилось? Соня, стой, стой, Соня, смотри так на меня, Соня. Он сопротивляется, да? Я смотрю, о, рогами как. Соня, смотри на меня. Его пытается сбросить, да? Они чувствительные, да. Ему кажется, что кто-то сел, он трясти меня начинает. Ага. Женщина, вы не отойдите, а мучкой облечить надо. Так, это Саян, папа. Глава семейства. Я стараюсь так, чтобы было видно. Я там, там. Мы вернемся, когда-нибудь. О, какая приличная. Ой, прошу, пожалуйста. Ну, так надо. Стоим он, да? Стоим ты меня прости, пожалуйста, но так надо. Ну, как ощущения? А чашка уже пустая, да? Привет. Привет, привет. А вы в Казахстане на чем ездите? На машинах. На машинах, да? А вы в Башкирии на конях катались? Нет. Нет, да? Я на конях в Киргизии каталась. В Киргизии? Ага. На Секури. Ага. Все водоемы ищут, где водоемы и бросают водущее, чтобы себя идут там. Они на гольцах, на вершине горки. Там ветер, там сдувает. Поскольку на гольцах мало пустари, то они там крещей сильными набирают. А спускаются в Тель-20 с тремя жургинами. Это не украшение, на самом деле. Это функциональное устройство, это даюе. То есть оленеха, она же, когда олененок у нее маленький, у нее лактация происходит, ее можно доить. Но оленехи, они даются не любят к фигуре, потому что они не коровы, их к этому особо-то и не привычают. Поэтому если бы мы хотели нашу июцу доить, а техническая в принципе, возможно, немало по счастью, мы должны были бы ее ввести вот сюда, головой. Уздечку прибежали бы к столбу. И если бы вот этих жердей не было, то подоить бы не удалось, потому что она бы от нас бегала вокруг столба, пока вот здесь, чтобы не закрутилась. Чтобы она развернулась и бегала в другую сторону. А вот эти жерди, они не дают ей перейти вправо, здесь прям вообще у них проход закрыт. С этой стороны у нас одна жердь, потому что здесь мы ее будем доить. Через две жерди надоить неудобно. Через одну. Хоть что-то в имени у оленехи оставалось. Если мы оденем на олененка, здесь будет мордочка, здесь ушки, и поведем его куда-то. Это просто как уздечка. А если мы переворачиваем и надеваем вот так, то есть мордочка, верювку, естественно, снимаем, ушки, то вот этот колышек, он не дает ему выпить молоко. Почему? Потому что он подходит к маме, начинает молоко пить, колышек упирается в живот, маме больно, ну, оленихе. И олениха уходит, то есть она не дает выпить. Поэтому что бы мы с вами делали? Что случилось? Так, саяны не убрали. Есть, 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 есть. Все съел. Да, да, Саян, молодец. Ну, правильно он поработал. Они не боятся людей абсолютно. Человеческая кухня для них, это просто место, где и что-то вкусненькое. Почему они не боятся? От Аполлара ставили чуму. В принципе, чуму и сейчас еще стоят на севере, чупчевенки их используют. Североамериканские индейцы ставили ту же самую конструкцию, только называли ее вигваны. То, что мы сейчас вот здесь вот поставили, это такой образец чумы. Это вариант жилого чума, там у нас вариант хозяйственного чума, о чем мы всегда делились по назначению. Жилом живем, хозяйственные разные вещи, по-жидки там все. Женщины из течной деревни, мужчинам раздали когню, которые вокруг, так и наделы, перезали когню, когню. Они не раздали. Они не раздали. У всех кочевых народов, у них жилища делятся на левую сторону и правую, на мужскую и женскую. У Тафаларов левая сторона мужская была, правая, женская. Запомнить очень легко. То есть такая фраза «мужик пошел налево». Фраза имеет другое значение, но она ассоциативная, и раз и навсегда по ней можно запомнить. Вот Тафалары, где у них левая сторона мужская, а где у них правая женская. То есть в левой мужской стороне у нас там какие-то мужские вещи принадлежности, она включает дрова, в правом, в левом. Вот эта вот шкура, это шкура нашего оленя, он ушел из жизни в зимний период, но ушел не по нашей воле. Так получилось. И вот этот ворс, который остался, вот это вот как раз зимняя шкура. То есть олени, которые вы сейчас гладили, это летние олени, да, у них такая прям мягкая шкурка и никакого подшерстка. Да, а на зиму они все становятся бело-коричневые, сейчас они коричневые, а на зиму бело-коричневые. Вот, и вот это вот все, вот это у них вылинивает. Кочевые люди это все собирали, этот подшерсток, и использовали в качестве пеленок, там, памперсов для ребятишек. Ну, не памперсов, а пеленок, да. Потому что кочевой народ, все брали с оленя, естественно, ткани у них туда не было. Люлька просто стилизация, если бы это была бы настоящая эстафаларская люлька, она была бы сделана из коры, внутри лежала бы кожа выделанная, а сверху все равно был бы вот этот вот вычесанный ворс. Он очень теплый. Вообще структура волоса у оленя, она специфическая. Мы ее когда рвем, она вот никакого сопротивления не выдерживает. То есть это не конский волос, да, конский волос попробуй разорви. А здесь очень легко. Почему? Потому что, по сути, это полая трубка, там внутри воздух. За счет того, что трубка очень хрупкая, а за счет того, что воздух, она очень теплая получается. Если вот туда положить на эту шерсть ладошку и подержать секунд 30, вы почувствуете, что оттуда прямо снизу идет тепло. Вот на самом деле... И не колючая, да, и не колючая, она мягкая. Да, да, да. Это ваше тепло. То есть человек, он же на самом деле горячее существо, просто наше тепло, оно рассеивается в атмосфере. А тут вот эта шерсть, она нам наше тепло возвращает. И они когда в зимний период кочевали, они ребенка ни во что такого особого не заворачивали. Они вот в эту люльку клали, ну маленькую, понятно, грудничка, в эту шерсть закапывали, там завязывали и все. К седлу привязали и поехали. То есть вытаскивали только, чтобы покормить. Жарковато? Зато можно посидеть. Но сегодня у нас на самом деле погода жаркая. С утра еще было как-то прохладненько, а сейчас прям совсем солнышко вышло. Традиционная наша обувь – это унты в Сибири. Унты делают из вот этой вот части копыта, оленя, изюбра или лося. Все, только три животного нужно. Кумус. Когда мы снимаем шерсть, ну не шерсть, вернее, а кожу вот с ноги, это называется камус. А, камус. Такая получается вот такой вот формы, небольшой кусочек кожи с ворсом. Из спины, из вообще вот этой шкуры, никогда унты делать не будут. А вот из камусов шьют как раз унты. Унты – это наши зимние одежды, одежда, говорю, обувь. Если, ну не знаю, как у вас в Казахстане, холодно, не холодно, но здесь бывает достаточно холодно в Сибири. Вот если… У нас до 42. Минус? Холодо, холодо там. До 42. 45 бывает. Ну, 45 – это это, ну, 42. Ну, соответственно, что такое зима, да? У нас валенки. У нас валенки. Ну, там все равно не будут шить из шкуры. Почему? Потому что вот этот ворс, он очень ломкий, он хрупкий, он вытирается. Будут шить из камуса, из этой части. Ну, понятно. А из чего, Жень? Потом они украшают этими… У меня были вот эти торбоза, они из оленей, из шкур. Ну, как делается, я не знаю, но теплые, красивые. Они очень теплые. Если туда шерстяной носок и унт по размеру, вы можете весь день ходить по улице. Конечно, теплые. По горам золото искали, золото нашли, и в то же время нашли этих карагасов. Карагасы по тайге всегда кочевали и кочевали на оленях. Причем кочевали они семьями, небольшими стойбищами. Это именно небольшое семейство, там максимум 12 человек, у них максимум 30 оленей. И вот они туда-сюда кочуют. Семей много достаточно. Причем карагасы себя всегда отличали от бурят, от тувинцев, от тувенков. То есть бурят – это бурят, и карагасы – это карагасы. Два раза в год они, все семейства собирались в одно место. У них был праздник, назывался Суглан. Они выбирали своего рода администрацию своих, самых главных представителей, которые какие-то конфликты могли разрешать или какие-то стратегические моменты на мне обсуждали. И потом снова разбродались и кочевали по тайге. И когда золотопромышленники их нашли, они увидели вот этих оленей больших, потому что тундровые олени, они же меньше, они вот ростом, ну, с нашу ию, наверное, с нашу олениху, не больше. А по тайге либо верхом ты ездишь на большом олене, ну, либо никак ты не ездишь. Тогда ты либо бурятка чуешь где-то там по степи, либо ты кто-то другой, либо ты просто не выживешь. И на вопрос, откуда у вас такие большие олени, карагасы всегда отвечали, что они всегда у нас были. То есть сколько мы себя помним, всегда кочевали на оленях, и всегда это были наши олени. То есть не бурятские, не тувинские. В 30-х годах всех оленей отобрали, все это коллективизировали. Олени отдали в совхоз. То есть пастбище вообще находится в двух днях пути от Алыкджера. С тех пор олени стада стало коллективным, общественным, и так общественно остается до сих пор. Гутара, Нирха и Алыкджер это три деревни, в которых живут сейчас не только Тафалары, но и русские. Причем русских там больше, даже чем Тафалары. Расстояние между этими деревнями огромное. То есть там дорожного сообщения нет. Это где на Ильхоне все? Нет, это Нижнеудинский район, Иркутская область. Это от Альхона, нам нужно доехать до Иркутска. 300 километров от Иркутска до Нижнеудинска мы поедем. Сколько там еще? Плюс-минус 550. И из Нижнеудинска мы уже полетим сюда на самолете, на Ан-2 маленький самолет летает, либо вертолет. Вертолет могут большие летать. Так что они не досягаем. Они практически, да, они вот в изоляции находятся, и этот образ жизни у них до сих пор сохраняется. И им это нравится на самом деле. Стадо сейчас общинное. Когда был советский период, очень хорошо все это спонсировалось. Стадо было большое, было несколько тысяч голов. В 90-е годы спонсорство прекратилось, естественно. Стадо уменьшилось до 350 голов. Вот это была прямо критическая цифра. 4 года назад мы стали получать, ну как мы, тофалары, да, с этим стадом стали получать субсидию государственную. И стадо сразу выросло с 330 до 500 голов. Тем не менее, стадо не частное, стадо коллективное, общинное. Вот тех оленей, которых мы привезли, они из-за лакджерского стада. А лакджер, это у них самый большой поселок, такой административный центр своего рода. Оленихи нечейные. Оленята тоже нечейные. Они общие. Они всегда на пастбище. В деревне вы оленя редко увидите. То есть чаще всего это будет самец, приведенный осенью, уже перед тем, как идти на охоту. А лаккабарги нужна струйка. Кабарга это самец, у которого есть клыки. Единственный олень с клыками, в принципе, в природе. И вся сувенирная продукция, которую вот здесь по ольхону видите, клыки, кабарги, это как раз вот самцов. Но самцов бьют не из-за клыков. Клыки это так, игрушка. На самом деле они сувенирная продукция, не более того. Нужна струйка. А струйка это мускус. Головая мускусная железа есть только у самцов. Поэтому самочи, в принципе, там не трогают. Вот этот мускус, струйка, она вся идет на экспорт. Если мы ее отправляем на запад, то это парфюмерия в основном. А если отправляем на восток, куда-нибудь в Китай, то это народная медицина. Каким образом мы бы с вами охотились, если бы мы были тополарские охотники? Я знаю, что у нас вот здесь вот где-то водится кабарга. Обязательно рядом скальник, потому что кабарга любит скалу. Мы с вами рано утром просыпаемся, идем искать наших оленей, потому что до этого вечером мы их спутали и отправили пастись. Как мы путаем оленя? Вот та уздечка, за которую Саяна сегодня водили, которая как поводочек, она пропускается между передними копытами и привязывается к любой задней ноге. Не важно, левая, правая, с разницы. И получается, что у оленя шаг очень короткий, и голова все время наклонена вниз. Это не позволяет ему бегать, потому что они очень животные, такие стремительные. Даже когда кушают, они бегут-бегут, немножко кушают тут же на ходу, и им нужно передвигаться на большие расстояния. Он ходит, ходит, ходит аккуратно, тихо. Вы его даже не услышите. Эта туша огромная, она настолько мягкая, плавно движется. И в последний момент он очень резко выпрыгивает. У нас охотники были, которые вот прям в последний момент они даже не слышали, они просто интуитивно как-то почувствовали опасность спиной буквально. И действуют даже не столько разумом, сколько, наверное, инстинктами. Потому что они разворачиваются и одновременно сбрасывают ружье и стреляют. Потому что, ну, а иначе, если бы они этого не сделали, то был один-ноль в пользу медведя, а не в пользу человека. Они же выносливые срамы. У нас их только много очень. Ну, они... Какие-то кузнечики такие огромные. Кузнечики скачут. Так интересно, они никак нормальные кузнечики. Ну, слава богу, что это не саранча. Как не нормальные? Нормально скачут? Ну, хорошо скачут. Действительно, комаров нет. Я думаю, это из-за ветров. Здесь очень сильные ветра и здесь очень сухо. Смотрите, чтобы размножался комар, ему нужна такая водянистая, болотистая местность. И причем заводь. Этих заводей здесь практически нет. Здесь очень засушливое время. Вообще, место засушливое. Если Байкал, то это волны. Он же постоянно туда-сто. Ну, да, да. А они любят белега в теплой. Это первый момент. Стоячего нет. А второй момент. Она прогревается хорошо. Это сильные ветра. Здесь зимой такие ветра и осенью уже начинаются. Сарма, баргузин тут прям. Ну, вот в эти палатки, например, мы на зиму не оставим. Их снесет к чертовой матери туда, в Байкал. Да, я 10-летний, 15-летний медведь. Он там здоровый. Как его называют? Пестунчик? Пестун, да. Если бы мы охотились на соболя или на какой-то другой пушни, но на меру, мы бы охотились точно так же. Только с тобой кормить никто в тайге не будет. Сейчас у Вадима там порядка 12 собак в тайге охотничек. И если собака не охотится сама, она начинает кропчить других собак. Как выглядит собака, которая охотится? Мы с ней пошли на охоту, она в лес вышла и она убежала. И она пошла загонять двери. И она только лает где-то издалека. И я уже как охотник, я по стилю лая слышу, то ли она просто бегает и ищет, то ли она уже кого-то конкретно горнала. А собака, которая перестала охотиться, она выглядит так. Мы выходим с ней в стрельбу, а она как домашняя овчарка бежит рядом и оглядывается. Иду я, не иду. Погуляла рядом со мной и будем развивачиваться и в измушку. То есть такое поведение для охотничьей лайки это непростительное. С собой нет, и выстрелить вы куда-то в сторону или воздух не можете, что обычно кричат, орут, пытаются как-то руками размахлить. Можно ветки в руки взять, вот так вот орать на него. То есть сделайте себя визуально выше, сделайте себя громче и ярче и, возможно, он испугается. Если он сытый, если он не больной, если он не голодный, он молодой, он обычно все с людьми не связывается. Если холодное, голодное лето, если медведь больной или раненый голодный, он на вас, скорее всего, нападет. Вы для него вкусная еда. Они же и хищники, на самом деле. А если на встречу вам выйдет медведица с медвежатами, вы обречены практически. Да, обречены, конечно. Потому что редкий очень случай, когда вы можете избежать каких-то травм или гибели, потому что она пока вас не прибьет, она не успокоится, она медвежат защищает. Вы можете себя как угодно, мирно вести, тихо, миролюбиво, ухожу, ухожу, с полезной. Догонит и обязательно хребет переломает. Поэтому летом это самозащита, а вот зимой это на самом деле охота. А вот у меня есть ролик, где снят медвежонок. Медвежонок пришел, ну вот ездит же на север зарабатывать. Вот, и они там живут, вот таких вот. И там между этими домиками медвежонок зашел, и что там смотрит, еду и все такое. Получается, медведицы где-то рядом. Могут быть разные варианты. Медведица могла быть убита охотниками. Да, конечно. Медвежонок мог просто убежать и сам по себе гулять. А может быть и медведица рядом. Поэтому если вы видите медвежонка где-то в лесу, не надо к нему выходить на всякий случай. Да. Вот подальше, подальше. Значит, это был большой риск. Снимали ролик-то. Ну, если ты сидишь в доме, на втором этаже, и там все окна у тебя, двери закрыты, то поснимать тихонечко можно. Но если бы там выходить и кормить этого медвежонка, то, конечно, не стоит. Там 50 на 50. Либо выйдет мама, либо не выйдет. Густой ворс у нее. Прям не длинный медвежонок. Вернее, густой, но не длинный. А справа висит соболь. У соболя шкурка более толстая, более пушистая, но у нее тельце короткое. Коротенько. Да. Норка стоит дешево. То есть на норку охотиться не очень интересно. Если бы мы с вами в Иркутске стали сдавать тушку норке, ну, не тушку, вернее, шкурку, мы бы ее сдали примерно рублей за 300. Ну, там максимум до 350. Соболь – это цена от 2 до 5 тысяч может доходить. Причем норка всегда одного цвета, а расцветок соболей их просто гигантское множество. Начиная от пепельно-серых и заканчивая седыми, вот эти черные с седыми волосами. Самый дорогой цвет считается как раз седой. Плюс качество шкурки тоже, посмотрят приемщики. Ну, вот этот вот разбег, он, конечно, есть. Шкурка, которая у нас здесь сейчас висит, соболя, она бракованная, то есть, как она дорого не стоит, значит, она бы здесь не висела. Шкурка, как и поздно. Вот, что это медведь, что это. Ну, вот это никуда отдаваться не будет. Ну, я и говорю. Вот этот олень, он у нас ходил спутанный по тайге. Ты не хочешь вас посидеть здесь вот? Посиди, а то он меня там закусал. Ой, ты моя золушка. Ну, то есть, наоборот, принцесса на горошине. Принцесса на горошине. Да ничего нормального, ты даже не спутаешь. А здесь, как владенец, он ходил спутанный, этот олень, и он попал в какую-то болотистую местность. Это, видимо, уже было ближе к весне, там все таяло, и он захлебнулся, потому что он же спутанный, голова внизу, чуть-чуть немножко притоп, и когда нашли, его откачивали, там еще такой полежевой был, но его уже не откачали. Ну, конечно, там, это была серьезная потеря, потому что этих оленей, их не очень много. Сейчас потом рука будет пахнуть. Ну, понятно, что это все смоется. А много этой кабаргиши, что охота... Нет сезона такого, что охота запрещена, чтобы поголовье увеличили. Да, чтобы они плодились. Они не в Красной книге. Орел обитания у них очень большой. Вообще, раньше кабаргей здесь было очень много. Она до сих пор в листвянке у нас есть. Нет-нет, да и выскочила. Вот в листвянке, Света. Кабарга в листвянке. Пойдешь загонять. Но на нее, естественно, лимитируется количество лицензий. На Тафаларии, например, на один только этот район выдается порядка 500 лицензий в год. Это только на один район. На всего больше еще больше. То есть это нормальное промысловое животное. Главное, чтобы браконьеров нет. Потому что браконьеры, они бьют вообще из тех, без норм. Но вот чем, наверное, хорошо, что вот этот район вокруг Тафаларии, он разделен на вот эти родовые охотничьи, которые передаются из поколения в поколение. Потому что Тафалары, они с браконьерами, они всегда там воюют. Они не отдают свою территорию. И если они браконьеров в лесу находят, они их из леса прям вот так вот выпроваживают. Запугивают, чтобы не лезли. С ружьем их выпроваживают? С ружьем? У оружия есть у всех. И у тех, и у других. Ну, обычно, как браконьеры, они же не будут охотников убивать. Потому что, ну, попробуй убей охотника, там вокруг везде охотники. Живую из леса не выйдешь. Поэтому, если Тафалар находит браконьеров, браконьеры что? Ну, как бы, они либо убегают, либо сворачивают, все уходят. Понятно, что через какое-то время они опять возвращаются. Но хотя бы их вот так вот гоняют. Если лес будет совсем пустой, совсем без присмотра, там будут хозяйничать браконьеры. Они и так заезжают на реки, они рыбу там буквально, бочками вылавливают, хариусы. Они там хариус ловятся. Вот. Поэтому то, что Тафалары на этой земле сидят и охотятся, это очень хорошо. Дорогу к ним сейчас сделали, но дорога очень тяжелая. Даже вот наша Альфонская грязонка, это хайвей после нестой дороги, там могут только грузовики пройти. Машины лесовые не проходят. Ну и, соответственно, сюда едут скорее поохотиться уже. Скажите, пожалуйста, вот это устройство для сушки, вот струйки кабарги, да? А вот все-таки, во-первых, кабарга – это олень. Это маленький лесной олень. Это маленький олень. С клыками. Клыки только у самцов. А струйка – это что? А струйка – это мускусная железа. То есть это не яйца там? Нет. Нет, яйца – это яйца. А струйка – это такой маленький мешочек, который находится между грудной клеткой, получается, и вот этим неудобным. У самца. У самца. Это такой вот мешочек, у него есть отверстие наружу. Там иногда бывает, что листики туда попадают, там какая-то хвоинка может быть, еще что-то. Но там вот именно мускус собирается. И ради этого их, собственно, это бывает ради мускуса. А вот это вот что висит? Это просто палка для котелка, для еще чего-то. А, все понятно. А ты думаешь, ребенок не слышит. А это кто тут на фотографии? Шаманы. Шаман, да. Шаман? Да. Вот вы говорите, они шаманы. Нет, они… Их религия – шаманизм. Как их? Тафалары. Тафалары. А судя по названию, по первому названию их, черные гуси, они это… Они тюрки. Тюрки? А они приближены к тюркому группе. Да. Карагас. Карагас. Карагас в переводе – это вот черный… Черный гусь. Черный гусь. Это тюркские племена. И язык у них относится к тюркской группе. К тюркской. Да. А вообще, знаете, когда я читала книжки, вот первые исследователи, то есть фамилию Петров помню, других авторов не помню, когда золотопромышленники вот этих Карагасов нашли, через какое-то время туда поехали историки, поехали этнографы. И книгу «Читаю» пишут, что если находишь в тайге семью и просто без разрешения внезапно ты заходишь во вот эту вот стояночку и заходишь в чум, у них там стоят свои башки, вот эти вот какие-то. Когда начинаешь у Таффала расспрашивать, а что это, как это, он начинает прикидываться, что по-русски не понимает. Хотя до этого торговал, по-русски прям разговаривал. Через два часа возвращаешься, у них тут крестики, иконки, еще что-то. Почему? Нет, они не христиане, ни в коем случае. Просто они же тоже еще устраивали золотопромышленниками. А там, где идет какой-то, не знаю, там новая разведывательная территория, всегда идут религиозные деятели. Это как бы нормально. Ну да, да, да. Да, потому что новая паства же нужна. Ну да, да. И поэтому там священники-то, в принципе, были, которые пытались обратить свою веру. Ну а Карагасу что? Ну, как бы, хочешь, чтобы на меня крестик одеть? Ну, одень крестик, если по торговле поможешь. Чуть-чуть нет. Вот, то есть они понимали, что это наша культура, как бы уважали нашу культуру, но при этом прятали свою. Поэтому, когда на торжеще приезжали, в чумы заходишь, там везде Никола, Угодник, Богоматерь, крестики стоят. Ничего своего нет. Вот внезапно, если заезжаешь в тайгу, да, там стоят. Начинаешь спрашивать, не отвечают, прячут. Тут же выставляют наши, вот эти вот все религиозные, религиозную символику. И они не рассказывали на самом деле, во что они верят. То есть вот эта культура, их истинная, религиозная, да простят меня Тафалары, но мне кажется, что она скорее потеряна. Вот у них сейчас этноцентр есть, они его пытаются восстанавливать, развивать. Тафаларский язык жив до сих пор. Ага. Насчет Тафаларской культуры не знаю, но сейчас у них шаманизм. Шаманизм. То есть вот так выглядит шаман? Ну, примерно так. То завтра они приедут, а они вот так будут выглядеть. Там настоящих шаманов-то практически не осталось, потому что население, оно ассимилировалось с русским. По последней переписи Тафаларов осталось не больше 700 человек. Ага. На все три деревни. Даже нет, врунина три деревни. Там перепись же по Российской Федерации шла, есть же Тафалары, которые выезжают и за территорию Тафаларии. Ага. И русских там намного больше. Чистых семей Тафаларов, без примесей русской крови, либо какой-то иной, там жилка инцы, грузины, кого-то только нету. Их осталось, наверное, ну, семей 10-12, на все три деревни. По сути, они все друг другу кровные родственники. Им уже смешиваться-то друг с другом, ну, по сути, не очень хорошо. Да. И таких совместных семей, Тафаларско-русских, их много. Полукровок много. Я думаю, что, моё личное мнение, лет ещё 50-70, и, в принципе, эта народность, она потихонечку, генетически, она распорительная. 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 Да. И, соответственно, культура такая же. То есть, вот в советские годы, они же в закрытой территории жили, они, если могли свою культуру сохранять, то где-то очень-очень глубоко, очень внутри семьи, чтобы, не дай бог, детишки не рассказали. А поскольку всё прям сильно-сильно пряталось, мы постепенно потеряли. Вот. И по менталитету-то, они на самом деле больше русские люди, нежели, там, вот прям какие-то совсем этно-этно, что-то своё. А-а-а. Вы туда приедете, тофалара вы только по внешнему виду отличите. Он будет с вами разговаривать по-русски. Людей, для которых русский язык родной и тофаларский язык родной, это люди старше 70-ти лет, и их осталось совсем немного. Вот они, когда из жизни уйдут, такой вот живой тофаларский язык, он идёт вместе с ними. Это несмотря на то, что в школе сейчас в обязательном порядке детишки изучают тофаларский язык. А, есть. Обязательно. Да. Учебники, у них есть телевизорки тофаларского языка. Они могут на нём разговаривать, могут понимать, могут что-то переводить, но в быту они на нём больше не разговаривают. Потому что с детства никто дома с ребёнком с тофаларией на тофаларском особо-то не разговаривает. Все говорят по-русски. Они смотрят русское телевидение, русские, там, американские фильмы, то, что мы с вами все смотрим. Носят такую же одежду, как у нас. Ну, собственно, менталитет у них, и как мне кажется, да, как я там была, разговаривала, что русский, что тофалар, вот вы очень интересно рассказали про тофалар, а вот у меня есть своя тоже информация. Я спрашивал у бурят, что за пещеры вот здесь вот, мыс Бурхан. Они говорят, да, там есть пещеры, говорят, но вы туда не ходите. Это святое место для меня? Да. Оказалось, это святое место. Я сначала думал, что тут там опасно, там, или там, может быть, туалеты сделали, там, или еще что-то. Вот. Они говорят, просто не ходите, и все. Я говорю, почему? Ну, не говорят. Говорят, просто не ходите, и все. Вообще, на мыс Бурхан даже женщинам ходить нельзя, по их религиям, по их поверьям. Да. То есть женщинам там, по идее, вход закрыт, запрещен. На мыс Бурхан? Да. А-а-а. Там туда могут идти только мужчины. Понятно, что там никаких оградительных заборов не будет, контроля не будет. Но вот по религиозным моментам, то есть женщинам туда не рекомендуется ходить. Да. Потому что вообще на мыс Бурхан сидит бог самого Альхона, дух Альхона. А, вот так вот. Да. Ага. А одежды какие-то шьют национальные? Ну, вот то, что за вами висит, это мы привезли из атмосцентра. Но если мы посмотрим, здесь ничего национального такого-то нет. Нет. Из шкур? А, из шкур? Нет. Нет. Обычные пуховики. Это удобнее. Да, и охотники уже теперь не пользуются этим. То есть на ногах унты? На ногах унты, потому что это тепло. А сверху обычные пуховики теплые, качественные покупают. Ага. Вот это губы на шкале. Можно мне запросить? Да, конечно. Вот вы говорили там, где живут эти-то фавары, но ваше название районов, я это, мы не знаем. Вот Байкал, мы смотрим Байкал, Иркутск, вот здесь Иркутск, где они живут здесь? По карте, если смотреть на карту. Я так вам не скажу, потому что у меня пространственное мышление просто очень нехорошее. Это нужно взять карту и вот так вот я вам покажу, где у нас Нижнеудинский район на карте, где-то фавария. Ну где он? Он выше, он севернее. Севернее Иркутска. Да. С левой стороны Байкала. Или весь вверх Байкала. С левой, слева, слева. Вот короче говоря, вот горы туда выше, и там они живут. Вот же мы Байкал, Малое море. Нет, 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 нет. Вообще не здесь. А где? Это просто не складывается. А у меня еще один вопрос. Вот сегодня мы смотрели оленей. Да. Это и есть тофаларские олени. Да. И они живут только лишь у тофалар. Сейчас кровь тофаларских оленей не только в тофаларе. Потому что в советские годы, когда вот очень хорошо оленеводство развивалось, в качестве братской помощи сотнями отдавали бурятам, ивенкам, тувинцам, вот именно тофаларских оленей. Потому что у них олешки были меньше. За счет тофаларской крови у них олешки сейчас большие. Поэтому на обмен оленей время от времени возят. То есть производителя самца самочку с одного стада обменивают на такого же самца самочку с другого стада. Обмениваться можно с бурятей. Вот там, где курорт Аршан, где жемчуг, вот там есть несколько семей, у которых есть такие же тофаларские олени. Можно обмениваться с тугой. Собственно, в этом году планируется с тугой обменяться. Уже там созвонились, договорились. И можно где-то у ивенков поискать тофаларскую кровь. А вот тут у вас песок уже прорастает, растительность, да? Вообще песок наносной. Здесь до земли полтора метра. Полтора метра? Да, мы по документам смотрели. Вот эти все сопочки, они потихонечку начинают рассыпаться. То есть это пустыня, и песок, он прямо к Байкалу туда идет. Если вы подниметесь на смотровую вышку, вам будет очень хорошо видно, что за нашим лесом, и даже за турбазой, вот так вот чуть-чуть выйти, и там прямо большое-большое-большое пространство, все в песке. И этот песок, он сверху потихонечку ссыпается. не скалы, не знаю, как сказать, поверхность здесь, здесь земля рассыпается, плодородный слой сверху очень слабенький. Внутри песок. И все это потихоньку байкал. И, наверное, поэтому и стоят деревья с оголенными корнями. Деревья с оголенными корнями наши собачки. Сладульные деревья, да, потому что вымывается ветром. Так это же катастрофа. Очень много таких деревьев. На Ольходне. С одной стороны, эта катантропа стала достопримечательной. На самом деле, да. То есть эту землю, по-хорошему, ее бы раздавать, продавать людям, чтобы люди ставили заборы и чтобы дальше этот песок не шел. Потому что, если человек зашел, он как минимум забор поставит, какие-то грядки разобьет. Ну, да, да. Грузовое седло, на которое привешиваются сумины. То есть на одном олене мы едем, а остальные в караване идут и везут наши вещи. Вот это своего рода трофеи охотничьи. Вот эти рога, это рога домашнего оленя, причем, какого-то ксаян наш, и это рога сброшенные. Потому что вот эти вот наросты, они прямо возле-возле самого основания рога. Если бы мы спиливали рога, то рога были бы спилены вот так вот ровненько. А если мы видим наросты, значит, это вот именно сброшенные. Обратили внимание, у саяна такой козырек растет. Ну, как бы рога-рога и вот такой вот рог. Это называется козырек. То есть вот оно. А вот это рога изюбря. Они совсем другие. Никакого козырька. Ну, это рога добытые, не сброшенные, потому что здесь кусочек черепа. И они не гладкие, они вот такие шероховатые. Ну, и для контраста, медведь зимний. То есть, насколько более густой ворс. Там из девинолетнего медведя. Ого, какой густой. Длинный, густой. Пушистый. То есть, вот это коврик. Это коврик, да. То есть, это чай с травами? С байкальскими травами. Ага. Там есть чабрец. Чабрец нет. А чабрец мы отдельно собирали. То есть, байкальские травы, байкальские травы зашли в магазин. Так. Ага. Я надеюсь, что я не переборщила. Там еще мог добрести. Мог, забредали. Там, когда я говорила, что не всегда в тайге 1-0 в пользу человека бывает, бывает и 1-0 в пользу медведя. Он случай был в Тафаларии не так давно, несколько лет назад, когда на избушку набрел медведь летом, взрослый уже там, его не испугаешь. И охотник был один в этой избушке, и не ожидал он видеть медведя, там ни оружия при себе, ничего не было. Медведь его немножечко поломал, там пару рыбов сломал. И медведь ему снял кожу, скальп. То есть, ну, не убил человека. Он его там немножко покрутил, порвал чуть-чуть, и пошел разорять кладовую. То есть, смотреть, где что есть вкусненького. У человека там пол скальпа снято, кровь лещет. Если кто-нибудь, когда-нибудь из вас голову царапал, хотя бы гвоздем, я просто царапала случайно, поднимала голову, там стройка была, и пропорола себе голову гвоздем, очень сильно кровь течет. То есть, ее прям полотенцем, чем угодно придавливаешь, все полотенце в крови, а кровь не останавливается. Очень много сосудов. Ну, непонятно, чем... Ну, нет, нет, учащиеся все-таки люди. Это было просто исключение. Тогда охотник. А вот такие вот чумики, они ставят просто, если, допустим, переход куда-то в ту сторону, где до избушки не дошли, знают, что, допустим, в сторону уходит от избушек полиэтилен. Тут даже огонь, он не внутри разводил, а снаружи. Летом полиэтилен так вот закрылся, и все, достаточно тепло. Чай, чабреца нет? То есть, они их туда доставляют. А снаружи вот эти бревна? А снаружи бревна. А внутри железо? Внутри, в основании буржуйечка, снаружи бревна, а между буржуйкой и бревной там расстояние, вот как у нас. Только у нас здесь везде песок, поэтому песок засыпали. А у них земля, и они туда землю засыпают. А, вот у вас она стоит. Хлебопечка. Да, что-то вроде такого образца. Не так, конечно, брутальные полиэтилены. Угу. И они, чтобы печь хлеб, они сначала хорошо печку потапливали. Так, это хлебопечка. Да, здорово. Хлебопечка. Телефон это дешевка, поэтому не будем говорить об этом. И где здесь этот спутниковый телефон? А вот тут что-то это. Это может быть радио какое-нибудь. А, это радио, да? Да. Это аппарат. Это фонарик. Здесь может и не быть спутниковый телефон, а на фотографии. Ну, там какая-то вот керосиночка стоит, старенькая. Если охотник не пьет, то нормально они могут жить. Они снегоходы себе могут купить. То есть они бензином заправляются нормально, они его зимником завозят. Вообще, в любом месте, если не пьет человек, то он абсолютно нормальный. Ага. Вот видно, что человек пьет только чай. А вообще в тайге, в тайгу они спирт не возят, они там не пьют в тайге. Они... Чай-то Ингироганди вроде бы. Самый обычный, но из магазина. Те охотники, которые, допустим, алкоголики, ну, алкоголики везде есть, в любом месте, они пьют в деревне, а в тайге там у них законы. Как объяснить-то? Они потом его режут и коптят там. Да. Вялят, наверное. Скорее. Изюбр – это что-то среднее между лосем и оленем. Да, да. Они... Вот рога, которые у нас там лежали, это как раз рога изюбринные. Они сначала подкоптили его, да, потом завяливали. Зимой там можно просто мясо заморозить, а вот летом нужно обязательно его обрабатывать, а ночью оно испортится. Как мы в Беларуси, это... Как его, лопатки, все это... Тафалар. Тафалар. Тафалар, настоящий. Это засаливали, это, как сказать, в воде, в рассоле, а потом уветривали, вот здесь дома вешали, все я еще сюда привозила, в Казахстан. Это... Белки, они блохастые. Мужики рассказывают, когда белку потрошишь, чистишь, там эти блохи прям вот так вот прыгают, 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 прыгают по рукам. Как и белочек висит. Никогда пушного зверя его не разрезают ни со стороны спины, ни со стороны живота, естественно. Чистят следующим образом. Убирают верхушку, мордочку там вот разрезают, и низ весь разрезают, и его как прям... Как чумок выворачивает. Да, вот они вот лапки, белки здесь торчат, жутко лапки. А профессионалы вообще на ноге делают надрез. Их все снимают. Вот, и потом белка высушивается шкуркой наружу. У них праздник есть национальный суглан, и вот как раз потрошение белки, это один из этапов конкурсных. У них там гонки на оленях. Причем такие потешные гонки на оленях, я на видео смотрела, значит, поставили пять оленей, а им решили сделать круг такой вот беговой, то есть не по прямой, а финиша, от старшего финиша, а именно чтобы был круг. Значит, на время стоят пять запряженных оленей зимних, в шубках, но уже почти без рожек, спиленные были рожки. Значит, старт, все, парни заскакивают на оленей, хоп-хоп-хоп-хоп, а олени же лесные, они же пугливые, а там вокруг народ кричат, болеют. Вот, и олени в ту-то сторону, а с людей они побежали очень быстро. А назад один круг сделал, и назад в толпу нужно забежать. И поэтому один возвращается, один добежал, у него первое место. Второй, смотрим, ковыляет, медленно идет, и вот пацан попинывает, попинывает под бока, дошел. Третий, еле-еле как дошел, посреди толпы встал, и все, и вот так вот замер. Тот его под бока бьет, давай быстрее, быстрее, он кричат, третье место, третье место, давай, давай, доведи до финиша. Но, естественно, доведи ты же должен сидеть, сидеть. Олень остановился, и все, и не идет никуда. Ну, страшно. Там уже его под попу пихает сзади зритель, уже кто-то за узду взял, дотянул. Остальные просто не вернут. Деревня, да, деревня, там маленькое количество людей живет, причем это общее количество, не отдельно тофалар, по-моему, если я не ошибаюсь. Может, и ошибаюсь. В русских, там вообще в деревнях больше, чем тофалар. Тофа. Да, и очень красивая там природа. Этофаларию называют некоторые нашей российской Швейцарией. Туда можно заехать и организованным туризмом, а можно заехать с таким диким туристом. До Нижнеудинска, если доехать, оттуда на самолете, самолет или на вертолете. Насколько я знаю, билет сейчас должен стоить меньше тысячи рублей. До тысячи. До тысячи. На самолете. А вы до арту это не можете запомнить? Я люблю рассказывать. А то мы тоже не любим слушать, а еще бы мы не пересидели. Вот лось, это прям вот такой зверь большой. Подсчет оленей на, о гольцах. До гольцах. Гольцы это соленые камни? Ну это на проход какой-то вот между столбами и... А, камни. Гольцы это вершины гор. Сам это вершина. А, просто я думала... От слова голый, то есть там мало что растет. Но это они спустились уже в долину. Они на самом деле, когда подсчет вели, они вели через определенные там узкое пространство. Типа, что мы можем посчитать. Летом в тайге они передвигаются только на конях. Летом в тайге. Рядом. А, это высоко в горах. А это то... Тофаларка, да? Ну а в этом мы были, в Риддере. В Риддере вышли. Знаю, снегу лежало, а рядом эти фотографии. Вот и жирок тоже. Ну, вообще, действительно, похожа она на тюркские племена. Тюркские, да. Да, похожа. Если у вас есть возможность, удачу буржуль притаранить, они как часть природы, они как животные. У них-то изначально буржуек не было, а у них такие были ключи, наверное. Это тоже. Это Федя, тофалар. Тофалар. Да, он как раз в стойбище, в олене. Потому что всегда в стойбище, в олене, там, где олени пасутся, должен быть кто-то из людей. Потому что вокруг же тайга, туда и волки заходят, и медведи заходят, их защищают. Потом, когда родятся оленятки, в мае идет отел, обязательно нужно оленит на отел загонять в загонщики. То есть, видите, здесь в жерти, в перекладинке. Почему? Потому что олененок рождается, его привязывают. Он должен находиться рядом с человеком. Солью с руки кормят. Потому что, если олениха где-то там в лесу олениться, потом, не знаю, месяца два-три она там с олененком походит, и олененок потом к людям подходить-то не будет, он их боится. Он будет убегать, дикий. Они и так там полудикие, потому что они летают. Медвежья берлога. Оседлали, да. У них мехом подбиты. И вот прям так, близко к медведю, то есть, он же быстрое животное. Так это же специально, что сказали, специально собаку. Это приступочек. У меня руки грязные. Ага, приступочек? Ага. Это приступочек, а потом дальше вниз пошла берлога. И берлога, если медведь не ленивый, он берлогу род очень большой. Он там, как бы, на четвереньках спокойно двигаться может. Если такая маленькая берлога, где он только ворочается, лежит, ну это, как Вадим говорит, ленивый медведь. Он себе маленькую берлогу вырвал. Это, случайно, не те рога, которые мы видели? Нет, это другие. Это мой дядя, Вася. Вот он на охоте летом добыл изюбря. Рога несет. На изюбре охотятся только из-за еды. То есть, мясо нужно в тайге, и людям нужно, и собакам нужно. Вот, Наталья. И охотятся через солонцы. Я еще раз задам политический вопрос. Давайте. Вот. Значит, смотрите, вот что... Меня взволновала эта история, сразу заранее говорю. И вот вы тоже послушайте из Казахстана и сделайте сами свой вывод. Вот Берлускони, бывший премьер-министр Италии, когда он был премьер-министром... Так. Не работает тач. Тач-скрин не работает. Значит, надо ответить. Да, да, да. Так вот, уважаемые туристы из Казахстана, тоже слушайте. Как-то, когда Берлускони был премьер-министром, он приезжал в гости в Россию. И Путин его, значит, встречал хлебом, солью и тому подобное. И вот потом Берлускони рассказывал всему миру, как я вот прочитал в интернете, что они были на охоте. Путин, значит, подстрелил оленя, достал нож охотничий, разрезал ему грудину, вытащил оттуда трепещущее сердце и подарил вот этого, значит, Берлускони. И он был просто в шоке. Он об этом вот рассказывал всему миру. Вот. И у меня вопрос такой вот, вы все-таки ближе к охоте, к охотным делам. Возможен такой случай? Не байка ли это? Вообще, когда люди врут, они обычно не учитывают нюансы. Да. И если он рассказывал именно вот в такой последовательности, что охоте, значит, оленя убили, разрезали и вытащили трепещущееся сердце, это скорее неправда. Почему? Потому что если оленя убили, то есть он мертвый. Сердце, оно не будет трепещущееся. Нет, почему сердце, сердце, оно, ну, если подстрелили, его же не в сердце убили, а... Ну, все, оно же останавливается. Представьте, сколько там времени должно пройти. Оленя убили, мы к нему подходим, мы берем нож, мы разрываем грудь. Ну, это уже минуты две с половиной, три. Ну, да, да. То есть за это время, когда вытаскиваешь сердце, оно уже трепыхаться не будет. Вот. Если смотреть прямо вот с психологической точки зрения, да, с лингвистической, и вот эти нюансы учитывать, то, возможно, это байка. Мог ли Путин технически, это сделать? Ну, физические силы у него достаточно. Ну, да. А стал бы он это делать? Ну, не знаю, зачем. Для берлускони тем не менее. А вот молодой человек, он не охотник случайно? Охотник. Ну, вот ирхотник. Можно вас спросить? Да, можно вас спросить, мог ли действительно Путин разрезать оленя, вытащить оттуда трепещущее сердце и вручить берлускони? А? Ну, если разделывают... Нет, ну, реально это. Ну, как трепещущее, если животное мертвое сердце уже... Ну, в любую текущую не будет. А как же у нас змею разделывали? Вот, да. Разделывали сердце. Я только хотел сказать. Да. Отставали сердце. Да. Ложили в этот самый штакан. Да. Штакан и показывали. И сердце пульсировало. Пульсировало. Да. Да, да, да. Мы, мы вот, то есть, когда медики учимся, мы специально ловим лягушку. Так. И у нас эксперимент такой, ну, смотри, не это, это называется как практическое занятие. Да, да, да. Ловим, разрезаем, сердце вытаскиваем. И сначала просто, а потом оживляем, капаем туда пипеткой физрастворь и засекаем время, сколько еще на физрастворе будет это сердечко трепыхаться. Но это же не физрастворье, это же не из грудной пищи. Да, нет, ну, я вообще говорю, ну, это лягушечие, это лягушечие. Олени, я не знаю, обманывать не будем. Если в загоне, как делали для политиков вот эту охоту, да? Не потому, что он пошел в лес, выискин и все это. Уже загнали, оленя загнали. Это все было подготовлено. Да, это было подготовлено. Может быть, да, и Путин сам не стрелял, может быть. Если рядом кто-то стоял, а Тимонечка, то столько на крови. Разделал, он физически сильный разделал, тут же теплое сердце он достал, тут же. И это вполне возможно. И вручил Берлускони. Конечно, и вручил Берлускони. Ну, я тоже думаю, что Берлускони не врал. Ну, может быть, он приукрасил что-то там. Почему вас это так интересует? Ну, вы знаете, я вообще был в шоке. Знаете, почему? Потому что, ну, у меня к Путину такое уважительное отношение, уважительное отношение, но мне кажется, ну, президент не должен себя так вести с животным миром. Нет, с животными, он очень уважительный, да, нет. Ну, мне так кажется, вот. Это был какой-то ритуал, это было специально подготовленное мероприятие, и все это. И показали нашего президента, что он способен на все. Он может и завалить зверя, он может и, значит, сделать какие-то эти операции. Да, да, да. Ну, да, да. Если бы мне где-то вопрос попался к Палхарсворду, я бы не верю. Ну, мне, если честно, не верится в такое. Не верится, да. Я тоже думаю, что это нет. Байка, да? Это. А это Ангара. Ну, ну, мы, как, даже мы, казахстанцы, настолько относимся крепятно к Путину, что, мне кажется, ну, не мог этот человек. Жесткий он, жесткий, но не настолько он жестокий, чтобы вот это вот. Нет. Вот, это ответ на мой вопрос. Вернее, на ваш вопрос, почему меня это интересует. Меня интересует это именно степень жестокости Путина. Вот. Вот так говорится. Ну, мы, может быть, его так близко и не знаем. Вот, допустим, конечно, вы про нашего, может быть, Назарбаева тоже знаете, что это самое. Мы, может, его чуть лучше знаем, ближе. Но, тем не менее, мы его просто любим. И мы считаем, что пока у нас Назарбаев, и мы бы хотели, чтобы он еще и жил, жил и жил. Потому что мы при нем, мы живем очень хорошо. Нет, Путина очень сильно уважают. Я вот... Да, скажи, я же вы, даже мы. Четыре месяца я путешествовал по Юго-Восточной Азии. Как только скажешь, что я из России, о-о-о, Путин, Путин сильный. Вот. Ну, то есть, очень уважительно относятся к Путину все. Абсолютно все. Но сильный, жесткий и жестокий, это разные понятия. Спороть брюхо и вытащить этому какому-то... Да. Ладно, не буду дальше говорить. Берлускония, да. Да, Берлускония. Ну, ладно, не буду дальше. Я думаю, что он это бы не стал сделать. Потому что это жестоко. Охотник, это его работа, это его уже удел, все. Он президент, это не его удел. Показывают такие жестокие вещи. Нет. Ну, я тоже вот... Тоже был шокирован, поэтому и спрашиваю. Не очень верится в это. Не верится. Спасибо вам большое. Ну, чем что? Нижнеугинск. Ну, с одним словом. Ну, похоже, мы сейчас всей компанией туда и поедем. Летают в основном на вертолетах. Вот это Нерха небольшая, значит, у них небольшая деревня. Это аэропорт Нерхи. То есть, на самом деле, когда мы говорим о аэропорт, представляем собой, в полосу как минимум, там никакой взлетной полосы нет. Это просто лук обычный. Мы видели. Да, и если... Наверное, как у нас в Харанцах, да? Да, да, да. У нас есть взлетная, накатанная самим самолетом дорожечка. Летают туда только Ан-2 в основном, потому что большой самолет, он там просто не сядет. Там луга эти короткие. Ну, преимущественно, конечно, вертолеты. Вертолет, он удобнее там. Туристов завозят также вертолетом, местные жители вертолетом завозят. Еду обычно завозят зимником. То есть, семья сразу закупается на год вперед, до следующей зимы. Мука, крупы, сахар, все это мешками. Потому что та еда, которую завозят вертолетом, воздух, видимо, это все тафалария, да? Ой, Лелечка, как интересно. Угу. Что тафалария? Ну, вот если наш Ольхон вас не шокирует внешним видом, потому что он прям деревня-деревня, совсем деревня, то, наверное, тафалария тоже не будет шокировать, потому что это тоже прям деревня-деревня. Ну, туда, наверное, никак не попадешь. Там воздухом, воздухом. Ну, вертолетом раз. Ну, да. А вертолеты откуда летают? Из Нижнеудинска прямо. Вы знаете, что меня шокировало? Меня шокировало платный душ. Туристы. А в матрешке? Да. Ну, это, наверное, во всех. Просто деньги, наверное. Не только в матрешке. Вот почему-то именно платный душ. По-разному. 100 рублей. Потому что наши друзья, например, которые сдают домики, у них 500 рублей с человека в домике и душ. Понятно, что вода привозная. Ну, бесплатно. Но душ только в мощность. Класса, стервы. Просто против, ну, поэкономить. Ой, и мне тоже. Ой, спасибо большое. Ну, вот этот брат. И вот их, вот в этом месте у них это... Так где-то Фалария, покажите пальцем. Вот она, вот здесь вот, да? Вот она, да. А, ближе к горам, да? Ближе к горам, в горы находится. Она в горах, да? Ага. Это хорошая карта. А это граница... Тува. Тува. А ниже? Монголия. Тува, это Абакан, да? Монголия. С Монголией граничит. А Тафалары с Тувой граничит. Тувинцы, там время от времени в гости. Тувинцы, Тоджинцы и Тафалары. Ну, все, понятно. Ну, я так и представляла. И вот та железная дорога, вот Ангарск, вот Байкал, вот здесь верхние. И вот это вот что? Вот это что? Вот это красное, это все Якутская область? Да. Это еще, вот сюда вот так все узенький глаз, да? Это вот справа, да? Черты леса симпатичные. Справа чистокровный Тафалар. Ну, они хорошие образования. Ну, как буряты. Да, молодые, да. Он сейчас в армию. Ну, вот и видно, что лицо еще совсем... Здесь здесь рога, значит, обрезали и перевязали, да? Да. А вот здесь, чтобы кровь не текла. Или так скажут вам, сжирай. Поэтому те коты, которые живут... Он еще и сожрет? Ну, если голодный, сожрет, их не кормят. Поэтому, если... Ну, вообще не должен сжирать, потому что... Ну, соболя, да. Если соболя давит... Они гоняются за ними, гавкают на дерево, их заверят, а на тиману, и жертвы не станут. Да, вообще, если... Они как бы там оставляли... Денег. А сколько стоит морковка? У нас 65 рублей. Вальхоне? Вальхоне. Не может быть. Да. Я вчера... Я здесь вчера покупал дыню за 50 рублей килограмм. Ну, дыню не скажу, оспаривать не буду. Но морковку вчера мы купили специально, там же эта девочка сказала нам, которая туристическая. Яблоки можно, капусту и этот. Ну, яблоки у нас с собой были еще, наши, повладарские. Ну, мы решили, что мы их в поезде скушали. Поскольку у них еще... Ну, они еще нормальные, это. Они у нас легкие. Этого года, да, яблоки? Да, этого года, но они у нас легкие. У нас же... Это, северный Казахстан. И мы садим такое, чтобы уже более-менее зимостойкое такое было. Потому что они за зиму могут быть голые деревья выместить. Поэтому мы решили так, что пойдем мы капусту купим и морковку, естественно, что это. Потому что по наших понятиях морковка, это не до... У нас не бывает такой... А вот в Таиланде морковка стоит 21 бат. В переводе на наши деньги это где-то 30 с чем-то рублей. 30 с чем-то рублей. Ну, вот в два раза все равно дешевле, чем получается у... А у нас-то как вообще... У вас там сколько стоит? Ну, я не знаю, если на наши деньги. Ну, может быть, 80 тенге. Это разделите на пополам. Это у нас будет она 16, может быть. 16-18, вот так, рублей на ваши. Но не 65. Ага. Здесь еще знаете, почему цены завышены? Сейчас вообще цены падают. Здесь был пик, наверное, 2010 год, 2012. Почему-то очень много людей приезжало на Орхом. Причем такой резкий был скачок. Естественно, цены сразу взлетели. И вот с этого скачка идет, на самом деле, спад. То есть людей приезжает все меньше и меньше. И местные после этих скачков цен, они потихонечку-потихонечку снижают. Психологически как бы, ну, перестраиваются, что нужно меньше и меньше. А вообще здесь очень короткий сезон. Сюда люди приезжают с июля. Их посередине.